Девушки отдыхают 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 персонал. И еще есть фирма GSN, по-моему, называется или GNS, типа аутсорсинг, все дела. Там вы приходите, вас оформляют, вы можете выходить в любой день, просто надо звонить, спрашивать, там можно мне там с 8, с 11, с 12, с часу, там в понедельник, во вторник, в среду, в субботу, то есть там плавающий график. И что там делают? Там вас в основном кидают по разным точкам, по разным магазинам, где вы работаете. И в принципе, если вы где-то преуспеваете, где-то вам больше нравится, и вы считаете, что нагрузка для вас чуть меньше, чем у остальных, вы там можете, в принципе, работать на постоянной основе. Изначально я хотела устроиться на вторую работу вместо той подработки, которая у меня есть, ну, скорее, даже тех подработок. На кассира или на консультанта в магазин косметики. Например, в магазине косметики Мак требуются либо визажисты с большим портфолио, и чтобы главный, как там, директор, не директор, это портфолио одобрил, то есть, что вы можете красить модели, которые вам туда приходят, либо на кассира, но нужен опыт работы с кассой. А этого опыта работы у вас, скажем так, нет. Ну, как у меня. Как его не было и у меня. Что же мы делаем? Выяснилось то, что там нужен опыт работы с абсолютно любой кассой. Следовательно, вы можете устроиться работать в пятерочку, то есть, в эти торговые сети, это же торговые сети называется, да? И получить там опыт работы. Работа, несомненно, тяжелая, то есть, я сейчас устроилась работать в пятерочку на кассира. Изначально, правда, я была раскладчиком, но что происходит, в принципе, в пятерочке? Вас сажают работать кассиром, вам дают какую-то определенную зону, и если нет покупателей, вы в этой зоне раскладываете товар. То есть, я не буду рассказывать всякие мелкие подробности, потому что, скорее всего, мои зрители вряд ли будут работать в пятерочке, а если будут работать в пятерочке, значит, им там все расскажут. Все просто. Теперь я немножко отклонюсь от темы и скажу такую вещь, что в пятерочке, в принципе, мне работать нравится. Хотя ноги и спина просто охреневают, потому что работаю я там неделю всего, у меня график 2.2. В принципе, это удобный график, то есть, тогда можно строиться, работать на 2.2 и на 5.2. Но лучше 5.2 сразу не брать. То есть, не надо. Вы охрените. После 2.2, после вообще рабочего дня, я прихожу домой и заваливаю спать. У меня ни на что не хватает времени. и как бы после последнего рабочего дня я отсыпаюсь почти сутки. Скажем так, весь первый день моего выходного, часов, ну, часов, наверное, до 4.2. С 12.2 я сплю. И не всегда этого хватает, чтобы выспаться и потом чувствовать себя здоровым, бодрым человеком. Также, если вы будете работать за кассой, вы должны быть готовы к тонне негатива, которая на вас сваливается. Потому что, возможно, ваше начальство будет повышать на вас голос, чтобы поторопить, потому что там надо делать всё быстро. И этого мне не хватает. Но я думаю, что через пару недель я всё-таки приживусь там. В плане того, что я уже всё более-менее выучу и буду работать быстрее. Ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Потому что лично мне тот персонал, который там попался, это начальство, мне нравится. А то, что голос повышает, ну, им всё равно не перекричать мою мать. Также второе, тонны негатива на вас может сваливаться с посетителей пятёрочки. То есть там бывают часы пик. Это утром. Я вот даже не скажу, в какое время, потому что вот в последнее время, именно вчера я работала, и час пик, по-моему, там был целый день. Ну и, соответственно, вечером где-то часов с пяти и до девяти. То есть у вас может глючить касса, покупатели недовольны. Вам может приспичить выйти по нужде. У вас может прям заболеть спина. То есть я сейчас пожалуюсь, хорошо, вот чуть-чуть. Сижу за кассой целый день, и у меня болит спина. Вот так, что даже болят ребра. Ощущение, как будто тебя зажали вот так вот в тиски. И дышать трудно. Но ты должен сидеть, ты должен пробивать, потому что если работают там, допустим, две-три кассы, и ты уйдёшь, то это пипец. Но зато в обеденное время можно посидеть, попить чай, поговорить о чём-нибудь весёлом, можно выйти на перекур. Кстати, из-за этого я курить стала меньше. То есть, ну, три раза во время работы, там, три-четыре. До работы одно. И после работы. Но это приносит, блин, пипец какое удовольствие. Потому что тяжко. Если вы работаете на раскладке, у вас болят спина и ноги. И, скорее всего, за один день, как вы будете работать на раскладке, вы присядете столько раз, сколько за всю жизнь свои не приседали. То есть, хи-хи, два в одном. Работа и фитнес. Вам платят за то, что вы передвигаете еду. Расставляете еду. Ну, как бы ищите во всём позитив. Потому что так жить легче. Я вот представляю, что работа, это квест, который надо выполнить. Хотя, честно говоря, в последний день было действительно трудновато. Потому что... Ну, вот потому что мне стало нехорошо. И, по-моему, даже я ушла по-английски. То есть, не прощаясь. Когда у меня кончилась смена. Конечно, в конце смены вам придётся убирать кассу, идти на пересчёт денег. То есть, начальство должно знать, сколько за этот день денег вы сделали. На продажах, да. Пожалуй, так. Честно говоря, я не знаю, за сколько даётся опыт работы. То есть, за какое время даётся опыт работы. Но думаю, что месяца два-три я там точно проработаю. Потому что, если у меня болит... Потому что, если у меня не будет болеть спина, в принципе, мне эта работа нравится. Ну и когда у меня свободное время, то есть, вот эти два дня отработаю, первый день отсыпаюсь, и во второй день я иду на вторую работу, на подработку. Если вы не обременены какими-то тяжбами, типа учёбы, или, не знаю, каких-то свиданий, то вы можете делать так же. А если вы живёте с родителями, то это способ накопить, как я уже говорила ранее, потому что, скорее всего, на покупку квартиры вы так не накопите. Ну, либо будете копить очень-очень долго. Ибо нынче жильё дорогое. Если у вас будут какие-то ещё вопросы по этой теме, вы можете вступить в группу, которая будет под видео, ссылка, и написать в тему «Вопросы для видео» ваши вопросы. Тогда я сниму ещё одно видео, где, наверное, ещё более подробно расскажу о том, как устроиться, что вас ждёт, какие траты, скажем так, ждали меня для того, чтобы пойти на эту работу, что нужно вообще носить на работе, как ни странно, да. Ну и, собственно говоря, как пережить негатив, который на вас сваливается. Думаю, это будет полезно. И мы переходим к теме о съёме квартиры, если вы всё-таки захотели жить отдельно от матери. На какие трудности наткнулась лично я? Во-первых, квартиру для того, чтобы переехать, я, скажем, искала неделю. Ну, то есть, обзванивала, смотрела, ездила. Ну и приценивалась, конечно. Потому что лучше не снимать первую попавшуюся квартиру, которая будет, допустим, стоить 24 тысячи, но у меня ничего не будет, кроме кухни и туалета. Или квартиру, которая вам кажется, вот, 36 тысяч, я смогу в месяц платить, столько и прочее, прочее. Ну, потому что иногда такое возникает. Типа, сниму с кем-нибудь, буду жить себе, бус не дуть. Конечно, такой вариант возможен, но желательно, если вы не снимаете комнату или однокомнатную квартиру. Потому что могу дать стопроцентную гарантию, что если вы переезжаете, допустим, из города в близлежащую область и перевозите туда ну, все свои вещи, у вас будет либо бартак, либо все ваши вещи не влезут. Хотя это одно и то же. Предлагаю, я, лично я предлагаю, копить на съем квартиры заранее и как минимум на месяц, на два вперед, ну, с проживанием. Кстати, вот забыла сказать, когда вы начинаете снимать квартиру, лучше это делать через агентство, скажем так, потому что вам дается договор, в котором все прописано, если вас что-то будет не устраивать, если там хозяева начнут требовать деньги заранее, то есть с ним назначенный срок, если вы на это не соглашались, если там будут какие-то проблемы, вы можете с этим заявлением обратиться куда надо и вам помогут. А так хозяева могут, если они недобросовестные, могут вас выселить фактически в любое время. Обычно при выселении дается к мамой ему либо неделя, либо две, чтобы вывезти свои вещи и полностью съехать. Но агенту, который оформляет вас в эту квартиру, надо платить денежку. И это может быть от 7 тысяч и выше. То есть может даже до половины стоимости съема квартиры это залог. При въезде в некоторые квартиры вам придется платить залог и еще немножко агентству, которое вас, скажем так, оформляет. Залог будет вам возвращен. Если вы, конечно, ничего не сломаете в этой квартире, ничего не уйдете и т.д. и т.п. Если вы как-то испортите квартиру, то этот залог вам не возвращается. Ну, типа покрытие морального ущерба. На месяц, на два, т.д. вперед вам лучше копить в любом случае. Даже если вы переезжаете, допустим, ну вот как раз таки из города в область и ехать вам всего час. Или из квартиры родителей в другую квартиру в этом же городе, но чуть подальше. Просто чтобы жить самому. Потому что если вы не работаете, не факт, что за это время, за вообще короткое время вы найдете работу, на которой вы сможете работать. Поэтому вам нужно накопление для того, чтобы жить, ну, питаться, возможно, что-то докупить. И оплачивать квартиру. Это я не включаю расходы на себя. То есть, если вы привыкли ходить по каким-то заведениям, поразвлечься, тры-пры, и все дела. Обычно, кстати, в съемных квартирах не разрешают ни держать животных, ни курить в помещении. То есть, вам либо придется выходить на улицу, либо на балкон в подъезде. Не у всех подъездов это есть. Потому что некоторые квартиры, потому что очень многие квартиры потом сдают людям с детьми, людям, семейным, скажем так. И стены, вот эти вот стены, что в новых блочных домах, что в старых, очень хорошо впитывают разные запыли. Также хозяева к вам могут приходить с ревизии, так сказать, посмотреть, как вы живете, не колетесь ли там где-нибудь, не валяется ли у вас гора шприцов, гора окурков, бутылок под кроватью. То есть надо постоянно содержать свой дом в чистоте, свой дом, свое жилище. Конечно, если у вас уже есть работа, скажем, недалеко от того места, где вы хотите жить, то все становится гораздо легче, потому что вы можете сделать нам накопление какое-нибудь 1015-20 до того, как переедете и переехать. И тогда вам не придется в спешном порядке искать работу. А это для вас, по-моему, большой плюс. Также можно найти квартиру до 20 тысяч за 20 тысяч. Если, скажем, у вас зарплата 20-25 тысяч, это можно сделать. Можно. Я так сделала. Но это будет очень долго, возможно, проблемно. И в Москве, в Москве, да, ну, в крупных городах, если, конечно, это не Дальний Восток и не страны третьего мира, вам такое вряд ли удастся провернуть. Поэтому, да, вот в этом случае вариант снятия квартиры с кем-то, либо вообще комнаты, он уместен. Но если вы снимаете комнату, будьте готовы к тому, что ваше личное пространство, ну, скажем, перестанет быть личным на очень долгое время. И я надеюсь, я смогла до вас донести хотя бы капельку своих мыслей, свои идеи, и это видео вам будет чем-то полезно. Я люблю свою работу, я пойду туда в субботу, от работы дохнут кони, ну, а я бессмертный пони. Если вы хотите узнать больше, узнать что-то еще, как лучше, как легче найти квартиру. Если у вас остались вопросы, повторюсь, что вы можете задать их в группе, ссылка на которую будет под видео. И вам спасибо за просмотр, всем пока! Интересно, я на видео выгляжу помятой?